Победители спартакиады школьников Республики Башкортостан, чемпионы сельских спортивных игр и лучшие шашисты среди пенсионеров. Соперников для Тамары Танцы к ужиной старались подобрать достойных. В сеансе одновременной игры 30 столов. Каждый из оппонентов нацелен обыграть семикратную чемпионку мира. Однако уже через пару ходов стало ясно, что сделать это не так-то просто. Очень сильное. Повезло с такой сыграть. Я участвовала в школе. В район ездили, в республику. Занимали места команды, личный зачет. И были первые места. Просчитать ходы, причем сразу на 30 досках, для Тамары Танцы к ужиной это не первый опыт. По словам международного грузмейстера, она вела 102 партии одновременно. У ее соперников преимущество. Это время на раздумье, пока чемпионка мира не сделает круг. Из всех спортсменов лишь двоим удалось вывести партию в ничью. Один из них Салават Мухамедьяров, победитель сельских спортивных игр Республики Башкортостан. Последний чемпионат мира смотрел. Нам очень повезло, что к нам приехала такая известная хашистка из нашей, тем более из нашей республики. Как вам удалось ничью-то сыграть? Ну, я очень старался. Очень хотел сыграть чемпионкой мира. Мы сюда приехали почти со всей семьей. У меня дочка, теща. Они не только боролись за победу, но и вели разговоры по душам. Именитая спортсменка даже делилась с противниками стратегией и тонкостями профессиональной игры. Из рук Тамары Танцакужиной каждый участник получил сертификат. А глава администрации района Рустамусин наградил памятной медалью. В свою очередь краснокамцы пригласили международного грузмейстера на матч-реванш. В такой теплой дружеской атмосфере. И сыграли вы две ничьи. Еще важно, что шашки могут играть. И люди молодые, и люди пожилые, и люди с ограниченными возможностями. Поэтому это всегда объединяет. Главное, что с желанием. И всегда, когда несколько раз уже играют, опыт есть, уже намного больше шансов показать хороший результат. И часто у меня такое бывало. На первый сеанс приходят, проиграли. На второй приходят, а на третий выиграют уже. Поэтому все впереди. Тамара Танцакужина стала почетным гостем на открытии новой детской площадки. Место для забавы мальчишек и девчонок появилось в переулке Новом, села Куянова. По словам главы сельского поселения, такой же игровой комплекс уже скоро установят и на улице центральной деревни Редькино. Обновлению рада не только местные детвора, но и их мамы. Я должна сказать, от имени родителей и жителей частного сектора села Куянова, администрации и главе администрации села Куянова, Сазыкину Валерию Викторовичу, за такой подарок. Нам такой подарок давно нужен был. Спасибо вам большое. Пригласили титулованную спортсменку и на открытие в Редькино обелиска участникам Великой Отечественной войны. За последние несколько лет мемориал претерпел изменения. В прошлом году обновили списки героев. Из населенного пункта на фронт ушли 118 человек, вернулись с победой лишь 64. В 2021-м территорию выложили тротуарной плиткой и сегодня Аллея памяти наконец приобрела законченный вид. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».